Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, урок номер 69. В этом уроке я хочу вам показать, как сменить у форума Кунена стандартные иконки в категориях. Вот такие вот папочки, то есть поменять иконки на свои, и как выделить отдельные категории, выделить их цветом. Где-то может быть это пригодится, какая-нибудь, например, категория правил, их отделить цветом. Или можно просто в качестве дизайна каждый ряд категорий сделать определенным цветом. Давайте посмотрим, как это делается. Чтобы вам было проще, смотрите, как попасть, например, на страницу иконок, как посмотреть, как менять цвет. У меня это все есть уже, я подготовил на своей странице, на своем сайте. Вы знаете, как попасть на эту страницу? Вот вы смотрите это видео про эти иконочки. Под видео в YouTube вы смотрите описание. Здесь есть такая ссылочка «Еще». Кликаем по этой ссылочке, раскрывается полный список описаний. И здесь есть в самом конце страничка. То есть здесь прямая страничка именно к этому уроку идет. Вы кликаете по этой ссылке, вас перебрасывает на страницу с уроком моего сайта. То есть этот урок можно просмотреть прямо с сайта. И здесь необходимые материалы. Во-первых, вот эта голубая кнопочка. Иконки для категории Кунена. То есть мы кликаем по этой кнопке. Нас перебрасывает на специальный сервис. Иконок. Здесь вы уже подбираете иконку для себя. Какая подойдет для вашего форума. Вот у меня идет первая категория про Joomla. Здесь есть такая иконочка. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Вот она Joomla. Называется она Icon Joomla. То есть вы вот так вот целиком просто копируете название той иконки, которая вас заинтересовала. И эта иконка будет применена к вашей категории на вашем форуме Кунена. Переходим в админку нашего сайта Joomla. Переходим на вкладку категории в разделе Кунена. И вот у меня идет Joomla. И вот категории Joomla. Компоненты Joomla и шаблон Joomla. Заходим. Сначала в компоненты Joomla. Вот смотрим. Иконка категории. И просто вставляем здесь эту переменную. Здесь вот есть подсказочка. Сохранить, закрыть. И вставляем шаблон Joomla. Сохранить, закрыть. Идем на сайт, обновляем страницу. И видим у нас иконочки сменились на те, которые мы указали. Ничего сложного. С иконками все. Теперь, как задать цвет? Это интересный такой момент. Также на страничке моего сайта, под видео, здесь есть описание. То есть у нас имеется определенное заданное количество цветов, которые уже прописаны в шаблоне. Нам нужно задать только переменную для нужного цвета. Например, первый. Я хочу задать красный. Нам нужно отсюда с сайта просто скопировать английское слово red вместе с черточкой. Если вставите просто red без черточки вот здесь вот, то работать цвет не будет. То есть ничего не произойдет. То есть находясь также в админке в разделе категории, заходим в компоненты Joomla, например. И вот ниже есть поле CSS суффикс категорий. Вы просто вставляете эту переменную. Как я сейчас вставил здесь. Сохранить, закрыть. То есть это только для категории компонента Joomla. Например, еще шаблон Joomla хочу сделать тем же цветом. Нам тоже нужно здесь это проделать. Сохранить. На сайте давайте попробуем еще повесить зеленый для категории WordPress. Переходим в плагины WordPress. Я тут создал уже дополнительные категории. Сохранить, закрыть. И шаблоны WordPress. Идем на сайт. Обновляем страницу. И вот так вы видите, у нас помечаются категории определенным цветом. Если где-то это может пригодиться. То есть если зайдем мы внутрь, то там цвет, конечно, уже нигде не будет отображаться. Это только на, так сказать, основной странице всех категорий. Этот цвет работает. Вот и все, в принципе, в этом уроке. Надеюсь, урок для вас был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.